Здравствуйте, уважаемые любители волейбола. Телеканал «Старт» начинает очередную прямую трансляцию из «Воли Града». Ну, конечно, запутал там Максим Худяков с его конкурента. С своими хитрыми телодвижениями, конечно, еще перешил оставить без блока. А в следующем эпизоде уже остался у сетки Худяков и удачным движением, удачным заслоном зачехлил атаку Даниила Кувички. Однако справиться с ней было с этой подачей совсем не сложно. И Виктор без труда это сделал. Затем с отличной доводки партнера принес своей команде очередное очко. Затяжной розыгрыш Худяков, что сделает обманный удар в оборот рук баллотирующего. А теперь Кувичка очень расчетливо, зрячая, туда направляет мяч в первый номер, говоря языком взального волейбола. Еще раз на повторе смотрим, как эффектно тут все сделано. Действует в оттяжке в защите. Макс Худяков работает на блоке. И вот у нас первый сетбол при счете 2018. Еще один брейк удалось желтым совершить. Заработать брейковое очко на свою собственную подачу в предыдущем эпизоде. И в результате вот такой запас у них большой образовался в концовке первого сета. Двухочковый. Посмотрим, прежде всего, в кого направят мяч своей подачей Виктор Марков. В Крамаренко, как на протяжении практически всего первого сета он направил мяч. Ну и Александру тут удалось все сделать как нельзя лучше. Подача, прямо говоря, была не самая серьезная, не самая сложная для приема. Ну а это уже все козыри. В начале второй партии Крамаренко. Спорную зону опять-таки пытался направить мяч. Он взял побольше на себя Даниил Кувич, как более уверенный в своем приеме. Работает он во второй зоне, как мы с вами видим. А дальше была высокая, высоченная передача высоченного уже Даниила... Виктора Маркова удачно действовать на чужой подачи должно хватить для окончательной победы. Ну а видите, как все получается еще. Получается, что... Шансы конкурентов тают. Кувичко не лучшим образом принял. Видите, акуль пасовал Марков, выставил мяч. Над сеткой все-таки, причем не снизу, а двумя руками сверху, играл Виктор. Ну а дальше атака захлебнулась. 20-17 и первый матчбол заработали желтые, благодаря последней ошибке своих конкурентов в борьбе за бронзовую награду. И с первого матчбола соперники ушли. Второй матчбол на подаче. Конкурентов решающее очко. 21-18 с этим счетом. Чуть проще, чем в первой партии за бронзовую награду женского турнира для фавориток. 8-8. Равное начало, кстати говоря, в бронзово-мужском матче аналогично все начиналось. Здесь матч за бронзовую награду четвертого этапа, который мы с вами наблюдали непосредственно перед вот этим женским поединком. Там Максим Худяков, Александр Крамаренко сразу же захватили лидерство. Именно такое 5-2 в поединке против Даниила Ковички и Виктора Маркова. Но затем соперники очень быстро выровняли ситуацию. Счет сравняли. Дарья Лешукова будет вводить мяч в игру. В Цыганову выполнила подачу Лешукову. Заработали доигровку в этом эпизоде фаворитки из московского «Динамо». И в результате забирают первую партию в себе с первого же сэнбола. 21-17. Все-таки с достаточно весомым перевесом. Атаковать, соответственно, Цыганову было неудобно. Но и вновь обозначили свое лидерство и во второй уже партии московские «Динамовки». Оставят, тем не менее, этот мяч в игре их соперницы. Несмотря на сбитый прием все той же Полиной Цыгановой. И неудачный розыгрыш. Ну, а счет у нас становится точно таким же, который был в первой партии. Это первая смини сторон. 5-2 в пользу фаворитов этого бронзового поединка. Да, все-таки сейчас подсказка, видимо, от Натальи Урядовой последовала. А может быть, сами догадались. Цыганова и Павлова направили мяч в подачу в зону ответственности. Дарья Ильишукова после очередной удачной атаки добирается до первого матча в этом бронзовом поединке. Ну, собственно говоря, к тому и шло. Ничего удивительного не произошло. И фаворитки легко, в общем, в целом берут верх над своими юными, неопытными конкурентками. И, собственно говоря, такое развитие событий и ожидалось в этом женском бронзовом поединке. Ну, и вот первый матч-бол все-таки реализовать помешал Бирло Ильишукову и точная атака Дарьи Павлой. И, тем не менее, ситуация безнадежная. Конечно, Ильишукова ставит точку в очередном эпизоде. Слишком велик был запас, чтобы говорили о каких-то нервах, о каком-то напряжении в концовке второй партии этого бронзово-женского поединка. И со счетом 21-17, 21-14. Сейчас, вашему вниманию, любопытная вывеска пара. Фролова и Ганенко на двоих заработала. Причем одна и другая поучаствовали, постарались. И тут тоже защита в работе. Ганенко забить не получилось. Но защита имеется. Фролова тоже под заднюю. Ну что, вот так вот за короткий отрезок времени уже выравнивают ситуацию. Вот так вот получается достаточно любопытно. Дважды обыгрывают в финале Бирлову и Ильишукову. И тогда при этом Ганенко и Фролова проигрывают матч за третье место. Да, побеждают Макарагузова и Холомина. И дважды в финале играют, соответственно, с Ганенко и Фроловой. Но тогда пьедестал подсчета весь Динамос. Будет ли сегодня победа Макарагузова и Холомина? Но пока счет говорит, что это очень вероятно. 11-7. И посмотрите, какое спасение было прекрасное. И в конце концов не туда. Надежда и Светлана. И уже плюс 6 перевес. Это весьма существенно. И атака не проходит. Будет мяч завершать. Холомина. Но нет, смогли выбраться из достаточно непростой ситуации. Ганенко и Фролова. Еще раз посмотрим. Смотрите, как в защите сначала сработали. Мяч перевели на сетку соперниц. Неплохое преимущество, скажу я вам. Итак, подача Холомина. Фролова будет атаковать. И атакует мимо. Вау. Таким образом, первая партия завершена. 21-13. Достаточно уверенно. Либо мяч попадает куда нужно, либо иногда аут. Но вот и эйс. Вот и эйс. То, о чем я говорил. И сразу брейковый перевес. Благодаря подачи Светланы Холоминой. 7-5. И во второй партии тоже продолжаются эйсы. Еще одна подача. Две подряд. Фантастика. Подача Холоминой. И не сработала Светлана в обороне. Не потащила мяч. Но было и непросто, откровенно говоря. Здесь хорошее. Остается разыграть от технического таймаута. Завершение мы наблюдали. Ювоздя такого дать. Подача. Хорошая работа в защите. А вот теперь обманка. Поцепляются. Фролова и Ганенко. Хороший розыгрыш. Затяжно и классно. Обе команды действуют. Посмотрите. Атакуют и защищаются. Очень симпатично. Фантастика. Я бы сказал, это лучший розыгрыш этого матча. Рагузову подает. Коман не сработал. Ганенко. Здесь тоже защита в порядке. Холомина. И поднять мяч удалось. Но все-таки перевести его на чужую половину нет. Вызывали Холомина впереди. Еще раз смотрим. Опять же классный розыгрыш. Обе пары выдали. Концовка не задалась. Рывочек. 9-1. Фантастический. Ну вот здесь Фролова забивает. Один матчбол удается отыграть. В этом чемпионате России. Ну и точка от Надежды Макарагузовой. 21-12. Таким образом, 21-13. 21-12. Выигрывают в финале Макарагузова и Холомина. Олег Стояновский. Илья Лешуков против Вячеслава Красильникова и Константина Семенова. И стали они чемпионами мира. В 19-м году здесь эйс от Лешукова. Тут выиграть и Лешуков со Стояновским. Завершает Лешуков. Но под блок попадает. Вот так Семенов. Монстр блок. Первый блок в сегодняшнем матче. Завершающий. В фазе подавать хорошо. Очень важно. Защищаться. Посмотрите, как Лешуков сработал. Да, уже на атаку не получилось. Но Стояновский вернулся и вот он блок от Олега. Классно сработал у сетки. 15-11 плюс 4. И Олега впереди. И эйс. В нужный момент включается Стояновский. И уже мы видели подачу от Лешукова. Классно от Стояновского. Но вот как раз за счет эйсов и удается. В том числе держать столь необходимый перевес. 18-15 плюс 3. И здесь тоже за мяч цепляются. Лешуков завершает. Хорошая защита. Красильников. Атака не случилась. Лешуков. И попал. Давайте посмотрим, как он. Классно. Классно. Один отыграть удается. 18-20. Еще одна подача Красильникова. Будет ли еще один блок. Но нет. Завершение точное на сей раз от Лешукова. 21-18. Ну и тут же здорово. Стояновский забивает. Вколачивает гвоздя. 2-4. Еще раз посмотрим. И вся борьба впереди. И это эйс. Вот так. Константин Семенов. Еще одна подача Стояновского. 18-19. Умел одной рукой. Двем соперника переиграет Семенов. Либо эйс, либо настолько затруднить, чтобы соперники не смогли атаку провести. Или атака была неудачной. Но атака будет в любом случае. Так. Лешуков. И ставит точку. Илья. 21-18. 21-19. С отсчетом 2-0. Илья Алишуков и Олег Стояновский побеждают. Выигрывают. В финальном матче уже в третий раз подряд у Вячеслава Красильникова и Константина Семенова. Вновь 2-0. Четырехкратные победители этапа чемпионата России Бэтбол по пляжному волейболу. Итоги этого турнира. И третье место. И второе. И, конечно, уже первое. Победители. Илья.